И снова здравствуйте. Мы начинаем прямые эфиры на Укрлайф ТВ. И уж представляете, после летних-то коротких каникул, во время которых произошло столько всего интересного, если хотите понять и разобраться, то, конечно, зовем Владимира Фисенко. Он у нас в студии. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что пригласили. Мне очень приятно в очередной раз быть у вас. Спасибо огромное. Но столько же важной информации. Я вот прямо очень хочу начать с убийства Захарченко и посмотреть на нее не просто с точки зрения убийства Захарченко, а вот с точки зрения причинно-следственной связи. Мы сегодня, кстати, Владимир мне напомнил, что он историк по образованию. Вот поэтому я вспомнила знакомые мне термины причинно-следственная связь. Ну тогда от этого отталкнемся. Вы знаете, я на эту тему реагирую очень скупо. Я поясню почему. Потому что, да, версии много. Я считаю, что две основные версии, как бы, они высказываются. Ну вот Москва считает, что это украинцы сделали. Там, киевский режим, как, или как я сказал, киевский режим, по-моему, да, сказала фурия Мария Захарова, да, фурия российского МИДа. Я ее иначе не называю. Потому что такая экспрессия, но очень агрессивная, негативная. Вот такая негативная энергетика просто, извините, прет от нее. Вот она обвинила киевский режим. В Донецке обвинили силы спецопераций украинских. А в Киеве доминирует версия, что это разборки внутри ДНР. На самом деле, я думаю, что, да, есть и другие версии. Там экономические разборки, там нужно выстраивать конспирологию, что там ФСБ его убрало, потому что мешал и не хотел, как бы, и перемирия соблюдать, и самое главное, как бы, не хотел отдавать там часть своих вооруженных формирований под контроль россиян, не хотел уходить и тому подобное. Поэтому версий много. Как бы, не меньше пяти насчитывают, а некоторые даже и больше. Там самые могут быть и конспирологические. Но я считаю, что две наиболее правдоподобные версии, это либо действительно все-таки возмездие со стороны украинцев, не берусь судить кто, но людей, у которых праведное чувство гнева, мести по отношению к Захарченко существует, их в Украине и на Донбассе очень много. Уж очень одиозная фигура. В ряду вот всех этих одиозных боевиков, он, наверное, самый одиозный. Говорят, и в пытках принимал участие лично, и расстреливал лично. Поэтому есть за что и кому. С другой стороны, версия о разборках среди боевиков, она тоже выглядит очень логично. Очень. Поскольку информация об усилении борьбы за власть и за дележ ресурсов в ДНР за последние полгода просто почти каждый день появлялась. Я напомню, в конце августа, как раз незадолго до убийства Захарченко, сбежал на нашу территорию бывший министр культуры ДНР, который вроде бы считался одним из возможных преемников, но и он, и его московская крыша проиграли. И он, видимо, предпочел в Украину, от греха подальше, в Украину уехать. Кто-то в Москву сбежал. И очень много было разных версий, кто может сменить Захарченко, о том, что он может уйти. Потом было много информации о борьбе за дележку ресурсов между группировкой Курченко и людьми Захарченко. И, кстати, тоже довольно обоснованная версия, что покушались не только на Захарченко, но и на так называемого Ташкента, господина Тимофеева, который возглавляет местное министерство доходов и сборов. Вот как у нас было во времена Януковича, Минздог. Минздог, да. Да, вот и там. Традиции Януковича продолжают жить на сепаратистской части Донбасса. Поэтому, возможно, покушались на этого Тимофеева. То есть версия борьбы за власть и одновременно за перераспределение экономических ресурсов, на мой взгляд, весьма правдоподобная. И, кстати, информация о том, что сейчас ФСБ прислало следователей туда и не проверяют, как это случилось. Потому что закладку взрывного устройства в ресторане или кафе, который принадлежит начальнику личной охраны Захарченко, но без какого-то участия, содействия людей, которые входят в ближайшее окружение, верхушку ДНР, ну и ближайшее окружение самого Захарченко было сделать очень сложно. Наверное, даже невозможно. И вот разбираются, кто, почему и как. И я думаю, что если разбираются, то, значит, есть подозрение, что могли и местные товарищи укокошить своего подельника, так скажем. Поэтому версии самые разные могут быть. И я, почему говорю, скупо на это реагирую, потому что истину или какую-то информацию близкую к правде, к реальным событиям мы узнаем со временем. Сейчас можем высказывать только версии, только предположения. Я почему с этого начала, потому что вспомнила одно из ваших предыдущих интервью, где вы говорили, что одним из главных важных событий это будут выборы на оккупированной территории. И появилась же до убийства Захарченко появилась информация, что якобы эти выборы отменены. Уточню, не отменены, а перенесены на определенное время. Да, ну то есть фактически сейчас вот на этот период они не состоятся. А вчера у меня был Сергей Гермаш, который наверняка... Я знаю, да, да, издание «Остров». Да, да, да. И он вчера точно сказал, что принято снова решение, что выборы будут проводиться. Вот, смотрите, вот это очень важный момент. Во-первых, я помню, что издание Сергея, ну, как бы его коллег, они писали в конце августа одни из первых. Не все обратили на это внимание, но они из первых написали о возможности переноса этих выборов, что есть уже неофициальная информация. Потом российский РБК написал об этом со ссылкой на свои источники. Но вот это была, опять-таки, неофициальная информация, хотя, на мой взгляд, очень правдоподобная. Официально должны определиться и заявить о том, будут или не будут выборы, вот, либо на этой неделе, которая уже заканчивается, либо на следующей. Потому что если выборы, как раньше планировалось, ну и по срокам полномочий, должны состояться где-то в начале ноября. Но как в 2014 году они были в начале ноября, так и сейчас. Хотя, как бы, вроде бы, там была информация, что сроки полномочий увеличились, как бы, не 4 года, а 5. Однако теперь и в Луганске, и в Донецке ИО. И вот это, действительно, тоже, кстати, такой вот важный конспирологический момент, одна из версий возможных, что партия войны на той стороне, которая не хочет выполнения минских соглашений, не хочет какой-то игры в компромиссы. А вот она хочет, все-таки, чтобы эти выборы состоялись. Тем самым подстегивать. Да, да, да. Захарченко, потому что надо же избирать теперь, конечно. Нет выхода, да, да, надо избирать, да. Хотя тоже вот с этими выборами и с возможным переносом тоже одна из версий связана, что якобы те люди в Донецке, которые недовольны были Захарченко, очень были недовольны и версией о переносе выборов. Они не хотели еще год терпеть Захарченко. Вот, да, поэтому как бы тут могли два мотива соединиться. С одной стороны, убрать его, чтобы все-таки был новый руководитель, да, и на выборах. Не просто ИО, назначенный из Москвы, а чтобы это был некий, как бы, новый человек, который будет опираться на какую-то часть населения. Ну, это очень условно, конечно. Выборы на той территории, я думаю, они весьма условны. Но, тем не менее, вот там как бы идет своя борьба интересов в верхушке ДНР. Поэтому, да, такая версия имеет право на существование. Но пока мы не имеем официальной информации. Я бы вот сейчас не торопился с выводами. В чем тут нюанс ситуации? Во-первых, почему должны были отложить эти выборы? И, судя по всему, Путин по контексту, мы не знаем точно, но по контексту информации, сообщений, которые появлялись после встречи Меркеля и Путина в августе. Вот, похоже, что Путин пообещал Меркель, что он надавит на сепаратистов, или как бы убедит их, что надо эти выборы перенести. Потому что проведение выборов руководства этих сепаратистских республик означало грубейшее нарушение Минских соглашений. Под угрозой оказывалась вся конструкция Минских соглашений, и риск появлялся эскалации военных действий, как это произошло в 2014 году. Напомню, что тогда как раз первые выборы руководства ДНР и ЛНР, они сорвали выполнение первых Минских соглашений, и после этого началась эскалация военных действий. Бои за Донецкий аэропорт активизировались, ну и так далее. Потом Дебальцевский плацдарм и тому подобное. И сейчас что-то подобное может возникнуть. К тому же, тут есть логическая связка. Если, допустим, сейчас в ДНР и ЛНР так называемых объявляют выборы своего руководства, с очень высокой вероятностью Верховная Рада Украины не продлит действие закона о особом порядке местного самонаправления в Урдло. А вот если выборы переносятся на неопределенный срок, то тогда и от нас будут требовать, от руководства страны, от политических сил в парламенте, чтобы они все-таки поддержали продление этого закона. Ну как Волкер, впрочем. Совершенно, Волкер уже это озвучил. Да и не только Волкер. Об этом уже говорят и Мид Германии, и Мид Франции. Кто-то публично, кто-то неофициально, но сигналы уже посланы. Да, Волкер просто, да, как спецпредставитель, он эту идею уже озвучил заранее. Ну и Поруби подтвердил, что уже соответствующие сигналы в его адрес поступают и в адрес украинского руководства. Поэтому вот есть такая цепочка, такая логическая связка выборы в этих так называемых ДНР и ЛНР и продление Верховной Рады Украины закона об особом порядке местного самоправления в Урдло. Если там выборов не будет, то тогда закон может быть продлен. Если выборы состоятся, то закон не будет продлен, и тогда возникает очень неопределенная ситуация. По сути, рушится конструкция Минских соглашений, ее попытаются сохранить, как-то все-таки удержать от полного распада и уничтожения, но все равно будет полная неопределенность, а что же дальше? Потому что выпадут ключевые моменты, ключевые элементы этой конструкции. Поэтому риск здесь большой. Так что вот ждем. По логике мирного процесса выборы должны перенести в ДНР и ЛНР. Но если их объявят, то тогда вариант обострения, роста напряжения и даже риски эскалации конфликта. Я не думаю, что она будет масштабная, но все равно риски есть. Пока то, что мы наблюдаем в последние дни, какого-то всплеска эскалации боевых действий не произошло. Но происходит то, что происходило во второй половине июля и в августе, когда было еще так называемое хлебное перемирие, происходит ползучая эскалация. Вот сейчас уровень интенсивности обстрелов украинских позиций, по нашей статистике, по данным пресс-службы операций объединенных сил, опять он вернулся к тому состоянию, это примерно 28 обстрелов за сутки. Это уровень, который был до объявления школьного перемирия. А здесь действует такая интересная логика. Вот объявили новое перемирие, Донбасс живет, зона конфликта точнее, живет от перемирия до перемирия. Вот 29 числа объявили новое перемирие, интенсивность снизилась, примерно где-то до 10 обстрелов, ну там немножко больше, 10 обстрелов в сутки. ОБСЕ считают немножко иначе, они считают число взрывов, выстрелов, ну то есть все, что стрельнуло, вот они считают. В принципе, тоже показатель снизился, хотя в первый день уже нарушили. А вот сейчас опять начало возрастать, какие-то элементы мести, недовольства сепаратистов за смерть Захарченко, они проявляются на фронте, но без масштабных боевых действий. Все-таки вот какого-то большого всплеска военных действий не произошло. А вот если выборы там проходят, минские соглашения не действуют, не будет ограничителей, вот в чем беда. Как бы мы ни относились к минским соглашениям, вот как раз сейчас годовщина была на днях первых минских соглашений, они все-таки были таким формальным сдерживающим фактором, некой рамкой условной, которая сдерживала от эскалации конфликта и военных действий. А если не будет этой рамки, то и риски усиления конфликта будут достаточно большими. Ну вот если немножко перенестись от убийства Захарченко в Россию, и тоже вот именно поговорить в этом же русле, вот Захарченко, он же, я так понимаю, человек Суркова, да? Ну многие, по крайней мере... Формально, как и Плотницкий, да, так и Захарченко. Хотя вот, знаете, по своему психотипу, вот такой, да, полевой командир, боевик, потому что Плотницкий был скорее такой торгаш и деляга. Кстати, вот преемник условный Захарченко, господин Трапезников, на который сейчас ИО главы ДНР, вот он чем-то похож визуально на Плотницкого. Ну немножко другой, как бы там говорят, на гитаре играет, но тоже вот такой серый кардинал. Вот он как раз по типажу, видимо, по склонности, ну, как говорят некоторые донецкие эксперты, по склонности к интригам, вот к тайной борьбе за власть. Да, вот он тут ближе как раз к Суркову. А сам Захарченко формально, да, был креатурой Суркова, но он по типажу, вот по своим замашкам, он, конечно, больше, как бы, был ближе к силовикам. Хотя, насколько я понимаю, военным российским он не нравился тем, что вот, как бы, имел склонность к партизанщине, не очень любил дисциплину, слишком был своеволен. Вот, в частности, не передал свои батальоны в командование, в подчинение вот этого армейского корпуса, который российские военные кураторы создали, и в Донецке, и в Луганске, там два корпуса. Вот в Донецком корпусе, как бы, людей Захарченко не было. Вот он сохранял все-таки свою мини-армию независимой. А это вот как раз российским военным не нравилось. Поэтому, да, сейчас вот в чем, как бы, фишка ситуации, как весной этого года было в Луганске, обостряется борьба между московскими крышами. Вот, 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 вот. Вот вы уже начали говорить, я сейчас чуть-чуть под вопросик, и дальше будете говорить. Потому что вот очень интересно, это опять же Сергей Чарагармаш, потому что он нюансы подмечает, он только этим занимается. Он, да, мониторит ситуацию, да, у него есть источники. Абсолютно. Он интересно сказал, что очень интересно отреагировал на смену Захарченко-Суркова. Во-первых, он несколько дней просто молчал, а потом написал ему письмо, как будто Захарченко живой. Он написал ему, что да, ну, обращаюсь к тебе, ты береги себя там, раз не уберег тут, ему с тобой одну веру. Ну, как-то вот так это прозвучало. И Сергей предположил, что, наверное, он знает, кто к этому причастен. Так вот я, почему я вот так плавно перехожу, сейчас передам вам слово, к России, потому что вспоминается заявление Лаврова и все прочее, ну, какой же нормандский формат, если убили и так далее. И вот тогда вопрос следующий. Нужен ли сегодняшней России минский формат? Ответ очень простой, да. Так, почему тогда? Минские соглашения России нужны, они сразу же заявили. Если они работают или если они не работают? В любом формате. Не важно. Им вот как раз важно сохранять вот эту рамку. Если для Украины эта рамка важна, как сдерживающий фактор от новой войны, от эскалации военных действий, ну, и какая-то надежда на то, что при стечении обстоятельств определенных, а вдруг удастся выйти все-таки с этого конфликта, может быть, вот если Россия согласится на нормальный формат миротворческой миссии ООН, вот, может быть, тогда это сработает. У России совсем другие расчеты. Они заложили в Минские соглашения ряд выгодных для себя норм, которые пытаются продавить, и они хотят через Минские соглашения продвинуть свой сценарий урегулирования этого конфликта, который заключается в том, что в состав Украины должны вернуться не территории, а вот эти две республики, так называемые, именно они должны иметь автономию, вот этот особый статус, и если так по-простому сказать, платить должна Украина за их содержание, а подчиняться они будут Москве. Такая автономная, да? Ну, фактически, такой, знаете, троянский конь, да. Вот они будут в теле Украины, да, но управляться будут из Москвы. Для Москвы это очень выгодный вариант, но неприемлемый для Украины. Поэтому они хотят сохранить все-таки конструкцию Минских соглашений, соответственно, Минский формат переговоров, в котором присутствуют сепаратисты. Пусть, как наблюдатели, они не имеют официального статуса, но де-факто они тоже переговорщики, ну, как бы под контролем Москвы. Поэтому Москва от Минского формата переговоров отказываться, на мой взгляд, в обозримой перспективе не будет. И от нормандского формата они не откажутся. Они просто ставят его на паузу. Вот мне кажется, что, когда Путин согласился на встрече с Меркель, вот что состоится встреча на высшем уровне. Хотя перед этим, я напомню, вот в августе, еще в начале августа, Лавров выставлял ультиматумы и говорил, что нет никакого смысла проводить эту встречу, пока Украина не выполнит ряд условий. Вот согласиться на формулу Штайнмайера, как бы на ее практическую реализацию. Хотя о какой практической реализации формулы Штайнмайера можно говорить, если нет согласованной формулы выборов, нет решения вопроса о безопасности во время выборов. Поэтому это абсолютно абстрактно. Но Россия наставит именно вот, чтобы Украина как бы все-таки взяла на себя какие-то новые обязательства по политической части Минских соглашений. Хотя никаких договоренностей на данный момент нет и даже нет намека на то, что невозможно. Потом они потребовали как бы продолжение отвода сил и средств по тем пунктам, по которым договаривались раньше, в частности в станице Луганской. Хотя там продолжают стрелять. А по соглашению должен быть период, по-моему, или недели, или 10 дней, точно сейчас не помню, который должен предшествовать отводу сил и средств. Если хотя бы кто-то раз стрельнул, то все, никакого отвода сил и средств нет. А там периодически стреляют, нет полной тишины. Но тем не менее они настаивают, чтобы отвели. Это еще, знаете, с чем связано рядом Светлодарская дуга. Это тоже одна из горячих точек, где идут активные бои, в том числе за серую зону. И тоже такой хитрый момент. Вообще Россия играет, знаете, вот так вот очень цинично, двулично, пытается нас, что называется, тихой сапой как бы заставить все-таки выполнять некие свои условия. И вот в чем там фокус этой серой зоны? Дело в том, что по минским протоколам, по протоколам безопасности, не по самому рамочному соглашению, а там еще есть протоколы безопасности, протоколы отвода как раз вооружений и военных частей. Так вот, Дебальцевский плацдарм, который был занят россиянами-сепаратистами в феврале 15-го года, он вне минских соглашений. И там не должно быть вот этого армейского корпуса сепаратистского, россиян там не должно быть. Поэтому Украина имеет полное право формально как бы продвигаться дальше. Вернуться к границам обозначено. Совершенно верно, да, еще в протоколах еще 14-го года. Поэтому как бы вот эта серая зона именно вот на этой светодарской дуге, она гораздо шире, так, и она не определена какими-то новыми соглашениями. А Москва хочет, чтобы вот украинцы ушли и вообще не претендовали на эту территорию. Поэтому такая вот хитрая игра. Но на данный момент, вот поскольку Путин все-таки пообещал Меркель, что встреча состоится, мне кажется, он хотел сделать жест некий Меркель, показать свою конструктивность, готовность к нормальному переговорному процессу. Хотя самые разные источники, российские в том числе, это я лично знаю как бы из общения с российскими коллегами, вот я и в Минске общался, потом как бы в диалоге, трехсторонней диалоге, которую немцы организуют, фонд Конрада Денаура. Российские коллеги подтверждают, что нет никакой готовности России сейчас к каким-то новым договоренностям или к какому-то продвижению, в том числе по вопросу о миротворческой миссии ООН, в России будут ждать окончания президентских выборов в Украине. И только после этого будут определяться с новой тактикой. О чем договариваться, с кем, на каких условиях. Поэтому даже если бы вот эта встреча состоялась, то вряд ли бы она принесла какой-то результат. Меркель хочет несколько ускорить этот процесс. А Путин в этом не очень заинтересован. И для них, вот тут уже начинается конспирология, для них убийство Захарченко в этом плане хороший повод отказаться от этой встречи. Видите, плохие украинцы виноваты, это вот они сделали, как сказал Лавров, провокацию. Поэтому мы не можем теперь идти на встречу. Это тоже, конечно, дает основание для версии, что россиянам как бы было выгодно устранение Захарченко, в том числе для того, чтобы жестко поставить на паузу переговоры в нормандском формате. В Минском они продолжаются, без какого-либо результата. Вот единственный результат на последнее время, это вот была договоренность об этом школьном перемирии, и все. По другим вопросам никакого продвижения нет. И вот Ирина Гераченко постоянно напоминает, что переговоры об обмене пленными, заложниками, они тоже зависли, тоже нет никакого продвижения. Поэтому вот тут такой парадокс и проявление опять-таки циничности российской позиции. Вроде бы переговоры продолжаются, но они жестко поставлены на тормоз, на паузу, и никакого продвижения нет. Я думаю, что где-то до президентских выборов и не будет. Хотя, вот я могу сослаться даже, ну скажем так, на неофициальные источники. есть большой риск того, что во время президентских выборов, возможно, между первым и вторым туром президентских выборов в Украине, Россия может сделать некий демарш. Вот как было с СЦКК, я напомню. Они вышли, да, из этой наблюдательной. Да, это вот такой, тоже специальный такой институт военных наблюдателей, который как раз контролирует режим прекращения огня. Они действуют вместе с миссией ОБСЕ, да, специальный центр по контролю и координации, он так и называется. Вот они вышли, россияне, тоже был элемент шантажа. И пока тоже ситуация там зависла. И вот есть риск, что они, не выходя из минских соглашений, могут прекратить свое участие в минских переговорах. Тоже поставить их на паузу, на какое-то время. Да, но именно между выборами. Обвинить украинскую сторону, я боюсь, что может еще быть какая-то провокация как раз во время выборов. Провокация на Донбассе. Вот как убийство Захарченко, что-то такое, я не знаю, там или, не дай бог, знаете, как там все время при Гитлере делали, как они напали на Польшу. Их же уголовники, переодетые в польскую форму, напали на приграничный польский городок, там радиостанцию напали. это стало поводом для начала войны против Польши. Не дай бог, что-то похожее, тем более слухи об этом периодически появляются, вот они могут сделать это во время выборов. А потом использовать это как повод выйти временно из переговоров в Минске, не прекращая, не выходя из минских соглашений, объединить украинскую сторону в нарушении этих соглашений, для того, чтобы сразу же новое украинское руководство оказалось под прессингом российским. Это такая тоже конспирологическая версия, но вот я говорю, я это слышал от людей очень информированных, близких, скажу так аккуратно, близких к переговорному процессу, и у меня нет оснований не доверять, потому что это люди очень серьезные, и они знают, о чем говорят, видимо, им тоже так намекают их визави, что нечто подобное возможно. Так что вот риски есть и сейчас, вот с этими выборами в ДНР и ЛНР, это риск ближайший, риск первого порядка, но могут быть риски, связанные с тем, чтобы подорвать вот этот мирный процесс и переговорный процесс изнутри, поставить его не просто на паузу, а, скажем так, дестабилизировать его, заколомутить, чтобы потом как бы попытаться навязать какой-то новый сценарий. Не думаю, что будет речь идти о каких-то там новых соглашениях, Минске-3, да, но вот попытаться через какие-то новые провокации выставить новые ультиматумы в адрес Украины, чтобы и Берлин с Парижем на это как-то отреагировали, вот что-то такое возможно. Поэтому, к сожалению, но и сейчас, вот в ближайшее время, и где-то в марте-апреле будущего года возникают очень серьезные потенциальные риски для мирного и переговорного процесса. Прежде чем начать говорить уж совсем о внутренней политической ситуации, очень хочется вспомнить о том, что договор о дружбе и сотрудничестве с Россией приходит к своему его каденции, к своему логическому завершению и прекращению. Но я справедливости ради хочу сказать, что многие эксперты, вот даже у нас в студии, я думаю, что даже и вы неоднократно говорили о том, что не очень правильно вот этот договор будет Украине разрывать, потому что это все-таки какая-то делимитация границ. Нет, там это немножко разные вещи. Смотрите, договор, договор, договор предполагал там делимитацию и демаркацию границы, процесс как бы очень медленно, но осуществлялся и так и не завершен. А сейчас как бы еще возникла проблема, что как раз в зоне конфликта значительная часть границы между Украиной и Россией на Донбассе она просто не контролируется Украиной. Это одна из самых таких сложных проблем в переговорном процессе, в том числе возвращение контроля над этой границей. Понимаете, вот с этим договором и отношением к нему после 2014 года существует не то, чтобы загадка некая, а вот некий парадокс, такое внутреннее противоречие, когда этот договор с одной стороны морально устарел, как бы абсолютно неадекватен новым реалиям, новой ситуации, когда между Украиной и Россией возник военно-политический конфликт, пусть в специфической форме габридной войны, когда Россия формально воюет вроде бы чужими руками, но своим оружием, с помощью своих же военных, но в другой форме, но как бы вот такая специфическая война, неофициальная, не прямая, но военно-политический конфликт, какая тут дружба и какое сотрудничество, тем более стратегическое партнерство, его нет и близко, но в этом договоре есть принципиально важные для нас нормы, почему от него и не отказывались, несмотря на Крым и войну на Донбассе, это норма о признании территориальной целостности Украины и ее границ, нерушимость ее границ. И фактически это была норма о признании Крыма, украинской территории, украинского статуса Крыма. И вот именно по этой причине от этого договора не отказывались. Почему сейчас возникла эта тема? Вот тоже это вопрос, вот мол, а почему там в 14-м году, в 15-м, в 16-м как бы не поднимали, а сейчас возникла. Вопрос поднимали. Вот был законопроект Тарасюка о том, чтобы как раз разорвать этот договор, прекратить его действия. А вот руководство страны только сейчас как бы об этом договоре вспомнило. Объяснение очень простое, а потому что приближается дата завершения его действия. Этот договор, он формально вступил в силу в 99-м году, был подготовлен в 97-м году, но там как бы были еще дополнительные договора по Черноморскому флоту. И вот в полном объеме он вступал в силу где-то с весны, по-моему, 99-го года. А дальше каждые 10 лет его продляли. Продляли очень специфическим образом, если страна как бы не заявляла, что она отказывается, за полгода, правильно вы напомнили. Тогда договор продлевается автоматически. То есть если обе стороны согласны, то договор действует и дальше. Подождите, каждый год или с какой перейти? Каждый 10 лет. Каждый 10 лет. Это важно. Последний раз это было в 2009 году. Еще при Ющенко. Но вот по разным причинам. Хотя тоже тогда было напряжение в отношениях между Россией и Украиной. Но тем не менее от договора не отказались. Наша сторона понятна почему. Но вот сейчас действительно уже где-то с конца прошлого года а публично еще весной президент Порошенко как раз анонсировал что мы можем отказаться вот тогда более слегка иной подход частично от некоторых норм этого закона этого договора. И вот тут мне кажется почему сейчас позиция все-таки изменилась и решили отказаться полностью не продлевать его действия. Не частично сохраняя как бы вот эти нормы о нерушимости границ. Мне кажется это мое предположение. Здесь сработало несколько факторов. Ну скорее всего президентские юристы внимательно проанализировали эту ситуацию не знаю там посоветовались может быть с коллегами и за рубежом и пришли к выводу о котором кстати говорили многие юристы еще весной что нельзя частично прервать действия договора. Частично тут требуется согласие требуется согласие второй стороны и вот тут вот здесь мы не выполняем или объявляем что эти нормы не действуют а эти нормы сохраняются это красивый вариант приемлемый для Украины но он практически вряд ли возможен то есть политически мы об этом можем заявить но юридической силы такое решение не будет иметь и похоже что президентские юристы пришли к такому выводу что как бы ну не получится второй важный момент на который намекают некоторые представители украинского руководства могло получиться так что вот мы ничего не говорим формально продлеваем действия то есть не заявляем о расторжении этого договора о том что все мы из него ну как бы не продлеваем его действия что он уже для нас не действует и тогда российское руководство пропагандистки начинает использовать эту ситуацию в своих интересах как бы заявляя о том что вот видите у Украины нет никаких претензий к России что украинцы согласны на дружбу сотрудничества и партнерства с Россией а значит они принимают как бы и все то что случилось в 2014 году это конечно же логика такая очень сомнительная потому что это тоже пропагандист конечно же это чисто совершенно верно это чисто пропагандистский подход но поскольку у нас период выборов президентских потом и парламентских в 2019 году то и как раз вот формальное продление этого договора произойдет весной как раз в разгар президентской избирательной кампании вот я уже не помню там марта или апрель по-моему как раз да-да-да вот нет ну выбор в конце марта а вот договор как раз договор чуть ли не между первым и вторым тур да-да-да вот как раз где-то по-моему в апреле и мне кажется президентская команда тут вот исходя из юридических обстоятельств и из политических факторов избирательной кампании для себя приняли такой выбор что продлевать действия этого договора себе дороже негатива будет гораздо больше чем какого-то выигрыша но с точки зрения именно если хотите пиара да для президентской кампании вот а вот с точки зрения юридической если мы отменим договор то вот к вам как к историку и политическому аналитику вопрос и что вот если сейчас отложить всякие разные там интересы разных политических групп то что как для Украины это это смотрите мы что новый договор мы не продолжаем вот Порошенко уточнил мы не отменяем мы не продолжаем его действия да то есть как бы вот до настоящего момента этот договор действовал поэтому по состоянию на 14-й год мы же тоже не выходили из этого договора поэтому у нас есть основания и дальше обвинять Россию в нарушении этого договора в 14-м году и после этого он действовал но я добавлю еще один аргумент почему как бы раньше не отменяли я думаю что все-таки особенно в 14-м 15-м годах была надежда пусть маленькая такая призрачная эфемерная ну была надежда а вдруг удастся договориться и по Крыму помните обсуждались разные компромиссные варианты там кондоминиум какой-то там совладение и тому подобное но сейчас уже мне кажется уже никаких иллюзий нет Россия отдавать Крым не будет ни на какие переговоры по Крыму не пойдет поэтому как бы нет и предмета для обсуждения в данном случае а по состоянию на 14-й год и вот вплоть до сегодняшнего момента договор действовал поэтому мы можем на него ссылаться что мы его соблюдали а Россия его нарушила в этом плане как бы споры в международном суде ООН там морском арбитраже они возможны со ссылкой на этот договор опять-таки это лучше скажут юристы тут я не берусь как бы выступать в роли юридического эксперта но мне кажется что в данном случае проблем не будет но вот как раз издержки политического пропагандистского порядка кстати тоже еще конспирологическая версия мне кажется что еще на банковые опасались и такого сценария что мы вот не откажемся а Россия прекратить его действия как бы да такой вот сыграет на опережение да 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 и вот мы окажемся извините в дураках да что да вот как бы вот мы этот договор о дружбе и сотрудничестве с Россией как бы хотели продолжать а вот Россия не продолжила поэтому и этого видимо опасались но так или иначе вот пришли к выводу скорее под влиянием политических обстоятельств что лучше минимизировать риски какие-то политические издержки во время президентских выборов и не продлевать действия этого договора то есть воспользоваться формальным поводом вот как бы надо так или иначе определяться поэтому вот ну и к тому же можно это обыграть в избирательной кампании показать что видите как бы мы и здесь противостоим российской агрессии а вот как вы думаете это может повлечь за собой какие-то дальнейшие стыковки наоборот не стыковки да столкновения извините с Россией по каким-то другим направлениям потому что если договор будет нарушен то тогда ну вот есть ли опасность сразу вспоминается ситуация например в Азовском море куда же без нее потянет ли это или нет прямых рисков нет понимаете там по Азовскому морю тоже ситуация как бы давняя зависшая как бы еще при Кучме Украина предлагала разделить акваторию Азовского моря но россияне были против сейчас вот украинская сторона как я понимаю она хочет использовать вот как раз режим территориального моря чтобы как бы вот таким образом противодействовать нарушениям со стороны России этим задержкам судов и так далее но проблема есть она не связана напрямую с этим договором поэтому я не думаю что как бы отказ от этого договора спровоцирует какие-то негативные последствия для Украины так или иначе уже знаете после Крыма ну ты же не развязала руки России да нет то есть развязывать нечего слушайте ну знаете в качестве рисков вот именно уже когда Крым захватили война на Донбассе идет вот в этой специфической форме теперь вот как бы еще Россия применяет после строительства Керченского моста они начали применять еще тактику такого медленного экономического удушения морских портов Украины на Азовском море ну им пропускают да 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 но задерживают они не то чтобы совсем не пропускают задерживают надолго и тем самым отбивают охоту у судовладельцев у торговых партнеров Украины да вести какие-то дела именно вот с Мариуполем и Бердянском как бы невыгодно просто слишком много рисков и потерь поэтому в данном случае ну вот если есть какие-то риски то они знаете скорее такие локальные например вот некоторые эксперты обращают внимание что вот договор создавал основу для взаимного обеспечения статуса например трудовых мигрантов это было выгодно Украине но сейчас договор действует ну и что как бы наших граждан там могут арестовывать и Россия как бы использует правовой статус украинцев находящихся на ее территории в своих интересах например сейчас начали массово выдавать паспорта украинцам которые там находятся такая облегченная процедура поэтому мы на это уже никак повлиять не можем и с этой точки зрения этот договор действительно уже морально исторически устарел и нет смысла за него держаться да была вот эта тактика все-таки использовать его до поры до времени именно акцентируя внимание вот на эту норму нерушимости границ и апеллируя вот к тому что Россия нарушила эту норму но раз сейчас надо определяться то вот повод есть не продолжать этот договор поэтому я считаю что особых потерь не будет и на этот договор можно будет ссылаться в судебных спорах с Россией а риски связаны не с договорами не с прекращением его действия а с степенью агрессивности российской политики по отношению к Украине ну и уже переходя совершенно к внутренней политике вы как очень опытный политический аналитик который уж помнит чего только не помнит в украинской истории можно это комплимент я знаете просто помню это не помню потому что действительно я встретил 24 числа когда праздновали день независимости мне посчастливилось быть на государственном приеме и подходит ко мне вот многие сейчас не помнят этого человека вот новый поколение точно даже и не знают да дурденец бывший министр внутренних дел был вице-премьер в 90-е годы он был одним из самых влиятельных политиков вы наверное меня не знаете или не помните я говорю я вот о вас знаю а вот многие уже конечно да особенно из молодого поколения уже не знают и не помнят или вот сейчас вот опять тема Лазаренко как бы всплыла ну поскольку там США тоже как бы заканчивается там его очередной срок да и вот тема опять обсуждается про Лазаренко забыли уже многие в Украине это вот дела знаете позавчерашний день позавчерашний позавчерашний да 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 поэтому да но мы еще помним и это полезно иногда для каких-то сравнений аналогии да ну и надо еще помнить корни потому что многие ситуации нынешние как бы тенденции например как бы вот украинская олигархия как феномен зарождалась тогда в специфических условиях и поэтому как бы надо знать откуда что пошло откуда ноги растут да ну вот именно поэтому Владимир ну все-таки я понимаю что может это немножко понизит жанр нашего разговора но тем не менее фактором это чука в украинской политике без него никак потому что если объективно вот закрыть глаза и представить что я вот так вот поверхностно очень-очень смотрю на ситуацию то я вообще не понимаю о ком мы сейчас говорим наверное мы говорим о человеке который предпринял ну когда тут был глава администрации предпринял ряд неудачных политических проектов на сегодня личного какого-то политического рейтинга не имеет о партии его никакого рейтинга политического веса не имеет а какую партию вы имеете ввиду ну вот этот вот выбор его как называется а украинский выбор это не партия общественная организация тоже какого-то влияния такого публичного большого тоже не имеет вот официально он является кумом там Владимира Путина да это все страна знают второе что мы знаем что он входит в минский там процесс переговорный ну и конечно что самое главное что говорят все с массовой информацией у него есть самолет и на нем он летает к Путину и он летает именно из украинских там аэропортов вот вы мне просто объясните вот такая демонизация этого человека это такое впечатление что он просто вот вышел сейчас и вот как знаете соловей разбойник как свистну и все там о чем речь вообще что происходит знаете вы правы в том что надо разделять Медведчука как реальную личность очень специфическую достаточно противоречивую неоднозначную крайне вообще я думаю это хороший как бы предмет объект вернее для психоаналитических исследований папа его хотя много пишут сейчас там что он там чуть ли не агент тоже был КГБ да но папа его был активный украинский националист Медведчук родился в ссылке ну куда отправили его родители да а он стал вот таким пророссийским вот интересный феномен это очень хороший вот объект для каких-то таких историко-психоаналитических исследований вот этой личности что с ней случилось вот почему именно это произошло потому что там с Януковичем там как бы со многими нашими пророссийскими как бы я понимаю и то Янукович формально все его считали пророссийским а на самом деле он хотел быть хозяином здесь ну да он такой про себя он вообще хотел Путина его фактически заставили там отказаться и от соглашения от ассоциации как бы и фактически как бы что называется поставили к ноге ну и дальше вот цепочка всех событий а здесь его выбор Медведчука ну то есть есть личность который заслуживает отдельного разговора и эта личность очень непростая сильная но непростая и очень такая действительно противоречивая а есть миф Медведчука знаете как вот в известной детской книжке классический Вудвин великий и ужасный то же самое или тот кого нельзя называть да 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 совершенно верно да вот за кулисами как бы есть реальный человек а есть миф в общественном сознании вот и здесь как бы есть миф и повышенное негативное очень острая реакция именно на миф не столько на самого Медведчука сколько на сам миф но теперь вот мы подходим к ситуации когда они начали соприкасаться как бы соединяться потому что пока Медведчук там да вот участвовал в минских переговорах больше появлялся на российском телевидении в Украине ну не было какой-то особой публичной активности ну какой-то редкой периодически о нем вспоминали но все-таки да вот публичной активности не было а тут вдруг в одночасье вот сразу там несколько скандальных ситуаций и кстати появилась версия что интересно что он сам спровоцировал как бы и вот этот скандал с супругой которая участвовала в шоу да потом ситуация с фильмом это я вот эту версию неоднократно слышал что якобы вот он таким образом решил себя попиарить через скандальные резонансные ситуации я не очень верю в это потому что вот то что я знаю даже из личного общения с Митвинчуком не столько там личного физического общения я даже не помню мы по-моему даже не встречались так вот напрямую никогда но в информационном процессе у меня был с ним конфликт в свое время это еще по-моему сейчас не помню помню еще при Януковиче да когда он там меня в чем-то обвинил я ему ответил у нас такая была перепалка в блогах и в каких-то там комментариях я не знала да-да-да было такое так вот я для себя сделал вывод потом он подтверждался и по другим людям Медведчук очень болезненно относится к критике в свой адрес очень болезненно это кстати прочиталось и в интервью которое он давал да-да-да вот я почему говорю что надо исследовать его психотип его да психологию надо понимать и вот мое ощущение что он очень болезненно относится к критике поэтому вот как бы вот я вполне допускаю что там не он сам кто-то из его адвокатов может быть когда была эта история с фильмом про Стуса да кто-то обращался ну чтобы не допустить появления каких-то там материалов ну и если кто-то критикует то тоже да очень критическая реакция теперь как бы он перепалку не вступает прямую потому что сделал выводы там из разных прошлых историй но тем не менее он болезненно воспринимает эту критику он видимо человек очень самолюбивый вот это эго у него явно повышенное не просто там какие-то амбиции вот ему в принципе органично роль серого кардинала некого и он ну как мне кажется я это слышал от других людей с удовольствием выполнял роль такого эксклюзивного посредника в общении с Путиным началось это кстати не сейчас началось это еще где-то лет 10 даже больше 10 лет назад вот благодаря статусу КУМа благодаря прямому доступу к Путину вот российский журналист Михаил Зыгарь в одной из своих книг как раз посвященной современной российской политике он даже написал так что Путин смотрит на Украину глазами Медведчука то есть для Путина Медведчук некий эксклюзивный источник информации по Украине и многие решения по Украине принимались именно как бы вот с подачи того как это воспринимало как это подавалось Медведчуком я не беру соспаривать эту точку зрения думаю тут есть некоторые привлечения потому что там и другие источники там тут же Сурков его люди там ну скажем так разные источники думаю информация есть но все равно влияние Медведчука здесь очень сильное и Путин явно Медведчуку доверяет и вот в этой связи действительно ему нравилось быть вот таким коми-вэйджером он как бы продавал свой статус человека близкому к Путину и какие-то сигналы мог передать там или что-то пообещать выступать в роли неофициального посредника чем кстати украинские власти попытались воспользоваться после событий 2014 года ну пытались явно как бы этот канал использовать другое дело оказалось что он работает ну скажем так с ограниченной эффективностью иногда дает какой-то эффект вот как вот с обменом тоже Савченко или вот обмен последний крупный обмен заложников на Донбассе но все равно эффективность его крайне ограничена но тем не менее вот видимо для Медведчука это был приемлемый статус но вот сейчас по каким-то причинам мы не знаем либо по личным вот он для себя сделал такой выбор а может быть и в Москве посоветовали кто его знает он пришел к выводу надо возвращаться в публичную украинскую политику то чего он не делал а сейчас видимо приближение выборов это спровоцировало поэтому то что мы видим последний месяц это его активное возвращение вот давайте просто даже формально сравним за последний месяц появилось столько интервью Медведчука украинским СМИ я не говорю иностранным они тоже сейчас регулярно появляются сколько не было наверное за последние три года ну а с другой стороны есть еще другой фактор извините перебью что может быть не так много интервью как очень много обсуждений этих интервью правильно я же говорю и вот тут вот мы увидели как раз знаете когда реальный человек который возвращается в публичное политическое информационное пространство и его миф они столкнулись точнее реакция на миф как бы она начала реагировать на конкретного человека и на поводы связанные с его возвращением с его публичным появлением и искры начали проскакивать потому что его именно воспринимают как крайне одежную фигуру вот была такая версия что якобы вот он остался в той политике политике начала 2000-х годов ну условно до 2005-го года потому что потом он ушел в тень как бы и сначала он пытался тоже как-то возвращаться в политику кстати вот сейчас насколько я слышал сам еще не видел но мне говорят что уже начинают реанимировать телевизионные ролики блока не так достают я видела в социальной сети выложили вот-вот-вот я думаю что это тоже такая политическая технология кстати тоже интересная конспирологическая версия связана с Медведчуком но тем не менее он уже давно не присутствовал как активный политический игрок и вроде бы нашел для себя очень такой сильный эксклюзивный статус посредника с Путиным и похоже комфортно себя там чувствовал да-да-да говорят что достаточно комфортно ему это нравилось а сейчас возвращается и как оказалось вот эта старая прежняя одиозность она быстро вернулась он остается именно демонизированной фигурой поэтому такое повышенное критическое острое негативное где-то на грани даже истерики реакция на Медведчука и тут я еще вспомню про Портнова вот если бы был только Медведчук как бы можно это было оценивать что там у него какие-то личные мотивы вот он решил вернуться может быть решил в парламент вернуться счел что именно вот этот новый выборный цикл президентский а потом парламентский выбор дают ему шанс вернуться и в публичную политику все-таки какие-то амбиции наверное остались последний раз он их проявлял в 2002 году так по-крупному вот когда еще была СДПУ ООО когда была реклама с ним я думаю что все-таки какой-то тщеславие у него есть какое-то вот это эго повышенное оно как я уже сказал оно у него присутствует а он еще хочет все-таки себя попытаться может быть в последний раз реализовать и в большой политике и тоже вот я задам вопрос с которым я может быть там стукнули вы за камерой да а с другой стороны почему нет ну как бы он справился это просто если регионалы да это же не значит что он сразу станет топовым политикой совершенно верно ну вот смотрите теперь я продолжу эту конспирологическую версию да почему еще нужно принимать его внимание в возвращении Портнова который ни с того ни с сего заявил в конце августа что он стал управляющим ну фактически владельцем как бы де-факто телеканала Ньюс Ван потому что на самом деле об этом же можно было не сообщать может было руководить втихаря может чтоб не давили сильно слушайте ну что значит а что там сильно давят на Ньюс Ван некоторым каналам там уже несколько предупреждений выносили ну и что да и ничего страшного не случилось для них поэтому я думаю тут немножко другая ситуация вот вот Портнов точно я немножко знаю не скажу что сильно как бы ну еще в старые времена когда он еще был депутатом как бы вот лично с ним сталкивался ну и то что о нем я слышал знаю говорит мне о том что он вообще хочет вот показать что он прав что он вот должен вернуться в Украину это его как бы борьба за возвращение пока он возвращается вот именно таким образом публично весной интервью Влащенко которое тоже вызвало всплеск эмоций теперь вот как бы эта информация то есть тут есть интерес самого Портнова но с другой стороны вот мне кажется что нужен был публичный эффект возвращения бывших и вот это может быть связано с российским интересом это гипотеза тоже достаточно конспирологическая но это проверка украинского общества а готово оно это проглотить или нет как бы реакция оказалась очень острой и вот тут тогда окей хорошо если вы не готовы возвращать мы тогда будем играть на полярность на конфликте и вот тут как это не парадоксально дивиденды от этого могут получать две противоположных стороны вот в чем парадокс ситуации опять-таки вообще украина и украинская политика это сплошные парадоксы и вот здесь мы их тоже видим с одной стороны это выгодно тому же Медведчуку портнову отчасти потому что Медведчук как мы знаем в июле заявил что вот он присоединяется к партии за життя Рабиновича Мураева и чем больше вот этого резонанса скандала конфликтности противостояния тем сильнее это будет работать на мобилизацию и консолидацию антимайданного электората и пророссийского электората он не в большинстве вот я немножко округляю то есть тогда собственно говоря от оппозиционного блока скорее вот в этом направлении да я думаю что тут расчет тут есть еще одна версия кстати мы ее будем проверять тоже в ближайшие я знаю и в ближайшие месяцы и в будущем году состоится или не состоится объединение например будет или не будет единый кандидат от этого фланга антимайданного относительно пророссийского ну говоря аккуратно относительно хотя по сути он как бы не прямо но косвенно все таки пророссийский я имею ввиду оппозиционный блок и партию за життя и кстати партия за життя в большей степени себя проявляет именно таким образом и Медведчук даже в своих интервью он тоже подчеркивает как бы вот эту парадигму что они за сближение с Россией за преодоление конфликта по сути за мир на российских условиях да но на российских условиях что важно что неприемлемо для значительной части страны фактически даже для относительного большинства не абсолютного но относительного и вот тут вот вот это вот конфликт нагнетание конфликтности через публичное возвращение Медведчука и Портнова оно будет объективно играть и на самого Медведчука на его новую партию у нее и так рейтинги позволяют пройти в парламент вот я почему и спросил про какую партию да они проходят 6,4 да ну это как бы там еще как считать 6,7 да как считать от общего числа избирателей кто будет участвовать в выборах не, не, это не партия это сам Рабинович извините да, это рейтинг Рабинович ну у партии за життя примерно такие же рейтинги они проходят 5% барьер без проблем если там ничего не случится то как раз вот эта мобилизация и консолидация за счет конфликтности она работает объективно и на партию вот эту и на самого Медведчука который, ну все специалисты понимают он реальный лидер и даже, я бы сказал реальный владелец партии за життя потому что даже вот сейчас озвучивается информация кто возглавляет региональную организацию оказывается в большинстве случаев это люди представляющие украинский выбор вот ту самую первую общественную организацию Медведчука вот вам как бы реальные доказательства этого я думаю что он главный спонсор этой партии и реально ее контролирует но вот когда список появится в будущем году мы это как бы уже можем подтверждать на конкретном персонале да я думаю мы и раньше это уже увидим конечно но в данном случае вот как бы он себя еще и поднимает статусно он становится главным идеологом этого фланга потому что в чем тоже слабость может быть была вот этих пророссийских сил ну или скажем так пост регионалов антимайданова вот этого спектра украинской политики фигуры то были в том числе и рейтинговые там тот же Бойко вот Рабинович тоже рейтинг вырос за последние годы а идеолога не было вот такого мощного сильного идеолога а вот теперь он появился то есть теперь регионалы поставлены в позицию когда вы или под условно говоря извините Виктора Медведчука или ну не факт что ну фактически да то есть он становится вот скажем так уже не просто серым кардиналом а одной из ключевых фигур в этом политическом спектре одной из ключевых фигур и он пытается влиять теперь уже на общественное мнение напрямую через свои интервью через вот конфликты напряжения вокруг его фигуры поэтому я думаю что объективно это играет его пользу с другой стороны вот ответ ну конспирологически а почему как бы ну условно говоря не возьмут к ногтю ну условно все говорят не уберут если есть чем обвинять пусть докажут ну вот тут вот вопрос история с уголовным делом против Портнова очень важно что и Портнов и Медведчук оба очень квалифицированные юристы больше того по оценкам которые я слышал от многих людей я как политикам не симпатизирую как бы и даже нахожусь в таком тоже неком идеологическом конфликте с ними но тем не менее я могу признать я это слышал от очень многих людей и Портнов и Медведчук ну Медведчук скорее в прошлом но тем не менее это одни из самых сильных юристов в стране они входят вот в топ как бы в первую пятерку может быть самых крутых юристов в стране и именно поэтому попытка раскрутить уголовное дело против Портнова фактически провалилась и он выиграл суды да и вот не за что привлечь формально как бы там пытались что-то найти но как юрист я думаю он везде подстраховался и думаю что такая же ситуация с Медведчуком формально не за что зацепиться тут если действовать то фактически как бы не столько в правовой сколько в чисто политической логике и с помощью революционных скажем так форм что в принципе опасно потому что не все поймут обвинят в нарушениях демократических свободы слова в том числе и так далее то есть тут есть свои риски есть свои ограничения я был свидетелем когда Порошенко журналиста спрашивали вот как раз про Медведчука ну такой был пафос доколе да надо же как-то воздействовать надо как-то отреагировать убрать его на что Порошенко справедливо сказал ну а что я могу сделать вот если уж как бы действовать юридически да вот ну как там Грицак сказал уже после на Портнова реагирую что мы будем мониторить да содержание телеканала Ньюс Ван но юридических оснований как-то вычистить Медведчука и Портнова из политического информационного пространства на данный момент нет ну и мониторить по большому счету канал Ньюс Ван тоже как бы юридический ну и мониторить можно там они уже какие-то формальные нарушения нашли но если допустим там начнется прямая передача каких-то российских пропагандистских сюжетов да тогда да вот это будет явное нарушение тут есть за что поэтому вот я когда мне спрашивали а как реагировать надо вот пусть совбез наш будет Совет национальной безопасности и обороны будет рассматривать как нам реагировать на риски российского вмешательства на выборах вот пусть ищут критерии формальные основания чтобы было все по закону да чтобы было понятно что именно может быть нарушением или где в каких формах может проявляться российское вмешательство но вот все-таки да одна сторона понятно но демонизация Медведчука страсти политические вокруг Медведчука и Портнова в принципе выгодно противоположному флангу в том числе президентской команде да есть для них это жупел да вот видите бывшие возвращаются есть с кем бороться да ну тут еще такая знаете непрямая ассоциативная связка с Тимошенко что тоже пытаются уже использовать как бы обвинять намекать что вот как бы есть там какие-то отношения ну Медведчук это проверка и в принципе фактологически доказать это будет на мой взгляд крайне сложно но то что сейчас мы видим то что происходит конечно же тут же важно не подтвердить а обвинить как по чипцов говорила это всегда дешевле вбросить чем проверка а там дальше пусть отмываются да но как бы в этом могут упрекать и президентскую команду что тоже рискованно но так или иначе вот эта поляризация как бы с одной стороны патриоты а с другой стороны российские агенты в принципе это один из главных сюжетов будущей избирательной кампании который уже заявлен поэтому вот эта реанимация один из главных или может быть единственной но с точки зрения логики например избирательной кампании президента я думаю что это один из главных сюжетов ну то есть там конечно же более разнообразной будет палитра он будет выступать в роли главного патриота и вот эта триада армия мова церква религия это вот такая как бы ценностная позиция она уже заявлена да и она будет развиваться дополняться конкретизироваться но и должны быть знаете в рамках вот такой сюжетной линии обязательно должен быть образ врага против которого нужно бороться да конечно образ России как врага он не то чтобы приелся он уже он уже знаете он стал фоновым как бы все это уже знают с 14 года не все воспринимают да кто-то уже привык как бы да ну вот уже привыкли к войне к этому конфликту уже мы привыкли да да мы ее почти не замечаем но для тех кто живет на Донбассе и кто рядом да это все-таки остается реальной угрозой ну и те кто отправляет близких совершенно верно да 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 и у кого не дай бог да гибнут их близкие родственники да а для большей части населения это достаточно абстрактная проблема и образ России как врага он тоже такой ну стал достаточно абстрактным он не цепляет сейчас за живое это не открытая рана нужны новые зримые образы врага вот они есть вот такой парадокс ничего себе как интересно это очень цинично очень цинично я это тоже излагаю как бы ну такова природа политики а где политика не цинична ну да 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 вот мы то что сейчас видим кстати тоже очень опасная тенденция потому что я считаю игру политтехнологической если это действительно так я это высказываю как предположение потому что версия это вот она обсуждается в политических кулуарах в политтехнологических кругах что как бы тут есть такая сознательная игра использование Медведчука вот как такого жупела то есть совпадение интересов на самом деле да это и Медведчуку выгодно как бы но опасность этой игры в том что реанимируется пусть в другой форме на другом уровне 14-й год деление на два лагеря опять граждан Украины да совершенно верно совершенно верно такая поляризация это очень опасно я вот противник этого я считаю что лучше не играть такие игры да я понимаю вот политтехнологическую логику поэтому не исключаю что тут могут использовать ситуацию с Медведчуком может быть она сама собой появилась вот то есть вот тут могло быть знаете что Медведчук решил вернуться тут потом Портнов появился у России своя игра они тоже там тестируют украинскую ситуацию и состояние украинского общества вот через публичное возвращение Медведчука и Портнова я думаю там тоже интерес присутствует но в президентской команде это сошли как подарок раз ребята сами выходят на поверхность вот мы это используем для нас это зримый образ врага который мы можем очень эффективно использовать наши избирательные компании но это очень опасная ситуация поэтому я сторонник того что нужно все-таки лучше это безопаснее разными допустимыми правовыми неформальными способами но все-таки нейтрализовывать эти риски не доводить дело до греха до нагнетания этой конфликтности просто для примера сейчас в США очень опасная ситуация там промежуточные выборы в конгресс я уже слышу от коллег знакомых американских в том числе ну и эксперты кто анализирует Соединенные Штаты серьезно так профессионально все отмечают в один голос то что в Соединенных Штатах сейчас возникла такая поляризация которой не было давно уже они даже не припомнят какие аналогии могли быть те кто с Трампом те кто против да да не просто это вот да вот такой воинствующий консерватизм трампистского толка с одной стороны а с другой стороны в демократической партии доминируют леваки нет умеренных центр проваливается вот в чем беда понимаете сильный центр это всегда основа стабильности рациональности конструктивности потому что одна из закономерностей демократии это согласование интересов есть эффективное согласование интересов работает демократия хорошо через компромиссы как бы через ну именно через согласование различных интересов потому что в обществе всегда разные интересы а сейчас поляризация идеологически очень острая поляризация стенка на стенку и вот последние выборы праймерис пока праймерис во Флориде показали, что у республиканцев побеждает воинствующий трампист, и Трамп всем хвастается, что ему помог. Из-за аутсайдеров я его сделал победителем республиканских праймерис. Но человек такой воинствующий консерватор. С другой стороны, у демократов победил афроамериканец, но с такими левацкими убеждениями. А центра нет, центр проваливается. И вот это беда. Это очень ослабляет американскую политику, очень тревожна тенденция. Так и у нас нечто подобное может произойти. По большому счету, я считаю, что меня тоже тревожит, даже начало политической войны между командами Порошенко и Тимошенко, потому что они и действующие президенты, Юлия Владимировна, при всех нюансах и различиях их политических позиций, они самые сильные фигуры в центре политического спектра. Потому что Анатолий Степанович Гриценко, еще один из фаворитов президентской кампании, вот он в данном случае тоже такая темная лошадка. Мы не видим его... Да, он явно прозападный политик, уж точно не пророссийский, но ему не хватает этой умеренности. В принципе, я не буду скрывать, один из мотивов моей поддержки Порошенко, хотя многие вещи я и критиковал, и не принимал, и не принимаю, но многие вещи и поддерживаю в его политике. Но один из главных мотивов для меня была как раз его умеренность. Он был примерно в центре, посередине. Нам нужны балансиры, чтобы не было вот этой чрезмерной поляризации. Да, вот этого противостояния, да, да. Восток-Запад, да. Такие воинствующие патриоты и ватники, как говорят, да, пророссийские, да. Ну и там вот пророссийские и проевропейские силы, но такие тоже в радикальных вариациях. Поэтому вот я противник этой поляризации, поэтому как бы для нас тоже очень важно сохранить сильный центр. Вот как бы и политические силы, которые бы позиционировали себя как умеренные, как такие политические силы, которые бы могли связывать страну и совмещать, ну, скажем так, разные интересы, увязывать их. А вот эта поляризация меня очень тревожит. И вот именно, как бы, у меня нет личностных претензий, каких-то, какой-то там личной ненависти к Медведчуку или к Портнову. Наоборот, я говорю, как профессионалов, как юристов, я их даже уважаю, хотя я не разделяю даже, ну, скажем так, вот Портновский кодекс, например. Я вижу, там есть положительные моменты, как бы либеральные, а с другой стороны, он разбалансировал правовую судебную систему, что мы сейчас и видим, с этими залогами денежными, когда люди, которых обвиняют в коррупции, выходят под огромные залоги. Да, ну и так далее. Или когда, как бы, можно читать месяцами обвинения и затягивать бесконечно судебные процессы. Ну, то есть, как бы, тут тоже есть очень много вопросов, но, тем не менее, как личности, как бы, у меня нет к ним претензий. А вот, к той политической роли, которая не играет, вот в этой поляризации, вот это меня больше всего тревожит. Ну, и последних очень два коротких вопроса. Вот рейтинги такие, которые опубликовал Центр Разумкова и Фонд Демонициативы, очень коротко, я скажу только по президентски, среди тех, кто определились, и это я даже процитирую просто, существенно вырос рейтинг Юрии Тимошенко, и она отрывается, то есть, следующий, после нее идет Анатолий Гриценко, но он все равно набирает практически в два раза меньше, чем она. Такой двукратный перевес. Да, двукратный перевес. И потом все остальные идут, там Гриценко, Порошенко, Рабиноченко. Вот тот интересный момент, несколько интересных моментов. Первая, правильная тенденция, это большой отрыв Тимошенко, и уже сравнивают с предыдущим опросом, потому что корректно сравнивают, ну, важно подождать и других опросов, методики там немножко различаются по выборке, но все равно можно сопоставлять. И как бы рейтинги, уже делать какие-то обобщающие выводы, но очень аккуратно. Мы не можем напрямую сравнивать рейтинги, потому что методики чуть играют. Но тем не менее, вот корректно сравнивать, когда мы говорим о динамике, опросы одного и того же центра. Так вот, да, по сравнению с Маем, когда предыдущий опрос был в демонстрии, у Тимошенко вырос рейтинг. Чем это объяснить? Тем, что она проявляла наибольшую активность. Форум в июне, активная рекламная кампания, обсуждение, которое началось, ее инициатив в кондиционных, общественный договор, канцлерская республика. То есть это вызывает так иначе интерес. Я вот обратил внимание, посмотрел Google Trends, она лидирует среди украинских политиков по запросам. То есть не только ее сторонники, но и те, кто колеблется, ищут, а что там она предложила и так далее. То есть это сыграло в плюс для нее. Она мощнее и эффективнее всех стартовала. Поэтому это закономерно. Теперь просил рейтинг Гриценко. Почему такой двукратный, по сравнению с Маем, просил Гриценко. Вот это для нее тревожный сигнал. Ему надо думать. И тут тоже показательно последняя ситуация, благодаря ситуации последних дней, появилась информация, что якобы Балога возглавил его штаб. Да, да, конечно. Гриценко опроверг это. Но при этом сообщил, что нет штаба как такового. Вот это уже странно. Что тоже вопрос, да. Например, тоже летом Порошенко, появилась информация в августе, я спрашивал у Ковальчука, он мне подтвердил, что да, он возглавил штаб, Гринев главный стратег. У Петра Алисейсова. Да, да, да. То есть Порошенко наконец-то определился. Ну и начало рекламной кампании мы тоже увидели в августе. Тоже такая тенденция уже. Он тоже включается. Они тоже начинают. И возможно это сработало. Потому что, видите, по этим рейтингам Порошенко уже третий. Не четвертый, пятый, третий. Да, да. И он почти сравнялся с Гриценко. С Гриценко, да. Но за счет того, что Гриценко. Главным образом за счет того, что Гриценко просел. Так что вот это, да. И интересная тоже тенденция. По опросам, которые были, правда, других центров, были летом, это июль, начало июля, Бойко опережал Рабиновича, Рабинович просел. А тут Рабинович опережает Бойко. Не знаю. Вот тут как раз надо подождать данных других опросов. И дальше будем думать, почему. Может быть. Летом как раз Рабинович представил свою программу, то есть тоже проявил повышенную активность. Хотя и Бойко. Как раз летом он телевизионную рекламу активно разгонял. В частности, на телеканале Интер. На родном почти телеканале для него. Так что это данные, которые отражают реальные тенденции, рейтинговые тенденции. Ну и косвенно отражают, как в зеркале, активность конкретных кандидатов. Ее эффективность или недостаточную эффективность. Ну и последний вопрос, я могу уже не удержаться. Там же у Макрона какие грандиозные проблемы. Это совершенно феноменально. Практически он пошел путем украинских президентов. Это нереально. Ведь он победил. Он был прекрасен, неотразим. Его партия тоже победила. И буквально за несколько месяцев минус 20% в рейтинге. Ну чем это объяснить? Во-первых, вы правильно сравнили с Украиной. Только с украинскими президентами сравнили. А надо сравнить не только президентов, но и общества. Как Макрон появился? Вот у нас как бы тоже на этом фоне... Новые обличия. Так вот, да. Но дело не о новых обличиях, как таких. Чему взгадывать про новые обличия? А потому что разочаровались в прежних, в старых. Кризис элит. Кризис доверия к традиционным политическим элитам. Во Франции этот процесс начался как бы еще даже до Оланда. Еще при Сарказии. Но заметьте, да. Один, вот чисто украинская ситуация, да. Один президент там вроде бы так вот появился, рейтинг провалился. Там разные скандалы и даже судебные процессы. Второй, та же самая история с Оландом. Вот остается только мемуары писать. Ну и, кстати, они вызывают уже интерес благодаря фразам о Путина. Но я думаю, не только. Но вот два президента провалились. И теперь такой же риск у Макрона. Но он появился именно на фоне кризиса доверия их к старым элитам. А это еще и кризис двух главных партий. Правые, да, правоцентристы, республиканцы, галисты бывшие, да, провалились. У них кризис очень серьезный. Надо искать нового лидера фактически. А еще сильнее провалились социалисты. Да, а Макрон, кстати, вышел из социалистов, но сам такой либерал скорее. Да, но теперь уже вот вторая причина его проблем тоже очень похожая на украинскую ситуацию. Непопулярные решения. Он начал проводить либеральные реформы, в принципе, необходимые, правильные. И о которых он говорил. Но о которых, может быть, серьезно тогда не воспринимали. А эти реформы ударили по конкретным социальным группам. Профсоюзы против молодежи, студенческая там недовольная реформа и образование. То есть появилось очень много социальных и политических групп, которые не принимают преобразования, проводимые Макроном. Очень напоминает нашу ситуацию. Вот Арсений Петрович начал проводить непопулярные реформы. Что стало с его рейтингом? Он уже сейчас там где-то совсем низко. Около одного процента, а то и ниже. Ну, там, около одного. Но ведь на самом деле, вот я все-таки тут не соглашусь. Мне кажется, тут дело даже не в том, что непопулярные реформы. А может быть, потому что, либо он не соответствует непопулярным реформам. Потому что, если, знаете, давайте все затянем пояса, но я буду выглядеть в таком очень роскошном костюме с роскошным стилистом. Может быть, вот в этом, ну, это я утрирую, конечно. Понимаете, ну, и Саркази же хотел. Я вот вспоминаю, я как раз тогда возвращался из Парижа, когда Саркази победил, даже видел вот дебаты. И там было много надежд, ожидания Саркази. Его, кстати, тоже, он тоже такой, хотел быть таким авторитарным евроатлантистом. То есть, как бы, порядок наводить во Франции. Но не получилось в силу разных причин. Вот тоже типичная украинская болезнь во Франции начинает работать уже как закономерность. Завышенные ожидания оборачиваются быстрым и сильным разочарованием. И Макрон может стать очередной жертвой. Я бы этого не хотел, скажу честно. Потому что он персонаж интересный. И, кстати, в его партии много таких тоже новых людей с новыми подходами. Кстати, в том числе, там есть люди проукраинские. Даже есть вот люди с украинскими корнями, которые нас поддерживают на Национальном собрании Франции. Это тоже важный момент. Но, тем не менее, вот ему, понимаете, в политике всегда очень важно находить баланс интересов. И удерживать этот баланс, в том числе в рейтинговом плане. Не удается удерживать, и тогда рейтинг начинает валиться. Поэтому, даже проводя непопулярные решения, логика в них была. Но ты должен был искать какие-то компенсирующие меры, решения, которые бы могли не только рейтинг удерживать, но показывать успехи. Ну, вот как Трамп, например. Ну, у Трампа, ему немножко, мне кажется, повезло. Вот тут тоже вот такой интересный момент. С одной стороны, как бы часть американского общества его категорически не принимает. Сейчас, кстати, пошла волна материалов, утечки. Что там фактически идет даже, ну, не то чтобы война внутренняя, но такое интересное взаимодействие. Когда аппарат Белого дома главное свое время и усилие посвящает нейтрализации непрофессионализма Трампа и разных его эскапад. То есть, как бы его пытаются все-таки удерживать от каких-то неправильных действий, заявлений, решений, нейтрализовывать риски, чтобы это не расшатало институт президента как таковой. А это ключевой институт для Америки. А с другой стороны, как бы, ну, его пытаются там как-то поставить в русло нормального президентства. Но он слишком неординарная личность, не выходит. Но главное, экономика Америки растет. И вот тут вот опять-таки о решениях. Да, часть его решений вызывает неприятие, критику. Например, вот тоже конфликт по поводу отмены медицинской реформы, начатой Обамой. Конфликт продолжается. Да, но налоговая реформа, она приветствуется даже многими противниками Трампа. Вот я это слышал, когда одна американка, как раз во Флориде, она говорит, да, я противница Трампа. Мне очень не нравится он как президент, как человек, как бы сексист такой воинствующий. В общем, неприятная личность, да. Но мне очень нравится его налоговая реформа. И вот если позитивные тенденции в американской экономике сохранятся, да плюс вот эта еще поляризация, когда значительная часть республиканской партии консолидируется именно вокруг Трампа, то там есть такой скрытый момент, что верхушка республиканской партии как бы тоже раздражена и не очень довольна вот как бы именно фактором самого Трампа, его такой экстравагантностью чрезмерной и в действиях, и в заявлениях. Поэтому я не исключаю, знаете, теоретически может быть такой дворцовый переворот, когда трампизм останется, но вместо Трампа будет как бы более умеренная, но тоже такой воинствующий консерватор, да, республиканец, но без экстравагантности Трампа. Теоретически это возможно. Посмотрим, да. Но я не исключаю, и некоторые эксперты, американисты тоже говорят, что Трампа вот две дилеммы, две альтернативы, прям противоположные такие, полярные. Да, либо импичмент, либо второй срок. Либо второй срок, да. Либо второй срок, да, да. Если американская экономика будет продолжать расти нынешними темпами, и многие американцы выиграют свое благосостояние, то, конечно же, для них это будет мотив проголосовать за Трампа и дальше. Вот такой парадокс. Но здесь как раз урок для Макрона и для наших руководителей нынешних и будущих. Думайте не только о каких-то непопулярных решениях, но думайте и о таких решениях, которые могут принести быстрый эффект. Чтобы люди сразу почувствовали результат. Да, сразу почувствовали, да, позитивный результат. В том числе на своем кошельке, на своем благосостоянии. Вот если это удастся сделать, тогда этот политик выиграет. И второй важный момент, тоже урок Трампа положительный. Он выполняет свои обещания. А это традиционная болезнь наших политиков. Еще болезнь в том, что наобещают с три короба, не думая, а удастся ли вообще, можно ли вообще выполнить эти обещания. Вы обещайте, пусть это тоже будет выглядеть радикально, слишком уж неожиданно, но обещайте то, что можно выполнить. Если вы будете выполнять то, что обещали, то избиратели тоже на это обратят внимание и запишут это в качестве плюсика в вашу зачетную книжку. Так что вот Трамп, да, конечно же, очень экстравагантный персонаж, но там есть чему поучиться. Ну, я же предупреждала сразу, что будет интересно. Вот, собственно говоря, так все и случилось. Владимир Фисенко был гостем прямого эфира на Украл.ФТВ. И итоги уходящей недели, и не только, наверное, целых несколько недель подводили. Почти лето. Да, почти лето. И за лето тоже, да. Владимир, спасибо вам огромное. И вам спасибо. Спасибо, что выбрались к нам. Спасибо. Владимир Фисенко на Украл.ФТВ. А вам спасибо огромное. Оставайтесь с нами. Субтитры подогнал «Симон»!